Девушки отдыхают 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 несколько раз. Я пробовала с ним поговорить. И понимаете, ничего у меня не получается. И вот полгода назад у меня муж, вот я вышла замуж год назад, он у меня ремонтировал баню и с крыши сорвался. И повредил позвоночник. И ему сделали операцию на позвоночник. Ну, сейчас требуется еще одна операция, и нам нужны деньги. 140 тысяч рублей. Какая-то часть у меня была дома отложена, моему сыну для покупки скутера 35 тысяч. Мне пришлось сложить это в операцию. Сын после этого обозлился вообще очень сильно на меня, на моего мужа, стал его обсывать коллегой, хромым. А в итоге он еще и потом эти же деньги и выкрал 35 тысяч с этих денег, которые у нас были отложены на операцию мужу. Я в порыве, ну, гнева, наверное, я не знаю, что со мной вот было, но я сына отлупила шлангом от пылесоса своего, как бы отстегала. И он у меня убежал к моей свекрови домой. А свекровь меня не любила и так, а тут такая ситуация произошла, она подала заявление в милицию, в полицию, то есть прошу прощения. Завели уголовное дело и как бы суд прошел. И когда суд, как бы у нас было следствие, когда я работала в школе, но когда суд уже прошел, меня вызвал к себе директор и попросил, чтобы я уволилась по собственному желанию. Но я отказалась, я не стала этого делать. Тогда меня уволили по статье, с чем я и не согласна. Я хочу, чтобы меня возобновили в работе и возместили мне... А в данном случае вас уволили по 83-й? По 83-й. Трудового кодекса, да? Да. В чем вы видите незаконность? Скажите, пожалуйста. Ну, потому... Вы саму статью-то читали когда-нибудь в 83-ю, по которой вас уволили? Вы читали? Да, читала. Это такая специализированная некая вот норма трудового кодекса, такой специализированный пункт 13-й, который был введен, да? Потому что данная статья, она корреспондируется с другой статьей трудового кодекса, которая вводит ограничения на занятия трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних для лиц, которые имели судимость или в отношении которых было открыто определенное, как бы, уголовное судопроизводство, если это были преступления против семьи и несовершеннолетних. Правильно? Если вот давайте логически, если в отношении вас состоялся приговор суда, вот 156-я часть первая, она как раз подпадает по преступлению против несовершеннолетних. Правильно? И тогда пункт 13-й статьи, в данном случае у нас с вами 83-й то есть, если уголовное преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего, наступают эти ограничения, работодатель имеет право расторгнуть трудовой контракт. Другое дело, что он не обязан это сделать, но он имеет право расторгнуть трудовой контракт. Поэтому я и предлагал, Ваша честь, предлагал по собственному желанию. Можно мне? Так, прошу вас. Значит, что? Школа, естественно, иск не признает и абсолютно, значит, поддерживает то, что, вернее, и абсолютно считает правильным, правомерным увольнение Елены Александровны. Вот. И я, как директор школы, естественно, закон не буду нарушать и не могу допустить, чтобы преподавал в школе преподаватель, который осужден по уголовной статье. Ответчик, ну ладно, ну хорошо. Ну что такое осужден по уголовной статье? Ну замечательно. Ну, в конце концов, наказание-то 5 тысяч рублей штрафа. Вот. Поэтому я, Ваша честь, не спонтанно принял это решение. С Еленой Александровной, так, Еленой Александровной, неоднократно я общался. Именно по поведению ее сына. Отвратительное поведение. Безобразное отношение к урокам, так, Еленой Александровной. Ведь было неоднократно об этом с вами разговаривали. Но вы сказали, что у вас есть некоторые положительные тенденции, значит, вы познакомились с мужчиной, который вам поможет, значит, воспитание сына. Ну хорошо, Ответчик, вы хотите меня убедить, что у нас сейчас что? Естец не может сама выполнять функции воспитателя, потому что плохо воспитывает своего ребенка. Нет, Ваша честь, я хочу сказать... Если бы у наших учителей, в принципе, все дети были бы ангелами, но согласитесь, что это далеко не так. Я согласен. Но, понимаете, вот буквально уже судебное дело явилось моей последней каплей терпения, когда, тем более, еще поступают вот такие заявления от родителей, учеников. И здесь, вот, например, это вот заявление последнее, которое я взял для суда, которое накануне подписания приказа. Ну вот первое. Ударило по голове линейкой. Это неправда, Ваша честь. Ну, я не знаю, это же документ для суда, подписанный мамой. Вылила газировку. Послушайте, Ваша честь. Вылила газировку за шиворот, когда тот во время контрольной работы хотел попить. Вот, пожалуйста, 9-й А-класс. Это неправда, Ваша честь. Это все наговоры ваши. Грубое обращение с моим сыном. Одела пакет. Это неправда, Ваша честь. На голову за то, что девочка покрасила нос. Это ваши все прихости. Вы понимаете, Ваша честь. Я бы еще... Ну, хорошо, Отличка, вы считаете, что что, трое родителей сговорились специально, что ли? Да, да. Зачем? И детей. Зачем? Я, знаете, Ваша честь, я вообще даже знаю, почему вообще все это произошло. У директора есть дочь. Она недавно закончила педагогический институт. И, естественно, как к отцу, ему захотелось, чтобы дочка при нем работала. Вы хотите суд на полном серьезе убедить, что директор школы имеет право взять на должность учителя свою дочь? Ну да. Она сейчас работает на моем месте. Именно его дочь сейчас работает учителем информатики. То, что работает, я не отрицаю Ваша честь. И действительно, о том, чтобы заменить данного преподавателя... А как насчет непосредственной подчиненности? У нас запрещена работа в непосредственном подчинении прямых родственников друг к другу. Ну, я принял это еще пока просто временное решение, потому что надо с кем-то работать. Понятно, временно, да. Детям. Ну, хорошо, пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетних. Свидетель-ответчик, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Ваша честь, меня зовут Варюхин Владимир Романович. И я считаю, что да, абсолютно правильно, что ее уволили. Она была жестока по отношению ко всем. Вы думаете, только она меня за шиворот брала и выкидывала из класса? Это же неправда. Нет, она все отбрала. Да что ты говоришь вообще? Просто остальные испугались идти и жаловаться на нее. Да ты что? Что ты говоришь? Истец. Это не... У вас все свидетель? Извините меня, Ваша честь. Ну, молодой человек, я бы хотела вам сейчас пояснить. Можно еще кое-что сказать? Нет, сначала я вам поясню, да? Вот смотрите, мама, имея такую запись в трудовой книжке, понятно, что она больше ни на какую педагогическую работу устроиться не сможет. Понятно, что... Другого вида деятельности, видимо, у вас педагогическое образование, да? Естественно. Да, педагогическое образование. Значит, плохой, хороший, мы сейчас не вникаем в суть вопроса, муж парализованный, которому нужно делать операции, да? Нужны деньги. Мама без работы. И что? Молодой человек. Она сама во всем виновата. Сын. Я... Почему она меня ударила, вы знаете, за что? Я выкрал деньги, которые она мне обещала. Эти деньги вообще не ее были. Она продала коллекцию марок. Мы бы с тобой купили. Мы бы с тобой купили этот скутер. Может быть, я виновата, правда? Ну ты меня прости. Просто потому, что она бы обещала мне скутер купить. У меня не было. А какое эти деньги имеют отношение к этому алкашу Бореньке, которого она нашла? Изменял это с моим отцом, с этим Боренькой. Ты меня прости, пожалуйста, но мы с тобой купили бы скутер, понимаешь? Не делай вид, что тебе не все равно. Это же... Нет, мне не все равно. Я же тебя очень люблю. Ну ты что говоришь? Зачем все это? Надо было сделать. Ну ты меня прости, пожалуйста. Нет. Я очень виновата. Где деньги тогда? Подождите, ну свидетель, ну не все к деньгам. Вы понимаете, у вас как-то жизнь, она заготочилась на этом скутере. Вы меня прости, пожалуйста. Нет, это у нее заготочилась. Я тебя очень браво-то люблю. Она за эти деньги взяла трубу и начала меня дубасить. Может быть, я виновата? Разве не для нее эти деньги так важны? Нет, конечно. Ну простите меня, пожалуйста, знаете, если бы вы пришли и сказали, что ваша мама взяла эти деньги, пошла их пропила и прогуляла, я бы, наверное, задумалась. Но если ваша мама потратила эти деньги на операцию, ну простите меня. Для вас важнее скутер. Наверное, для кого-то важнее операция. Да этот Боря, он еще не раз будет падать с этой крыши. Он каждый день готов заворотник себе налить. Истец и ответчик. Истец и ответчик. В соответствии с постановлением пленного Верховного Суда при рассмотрении трудовых споров, суд должен предпринимать все необходимые меры для заключения между странами мирового соглашения. В данном случае при рассмотрении трудового спора с предметом мирового соглашения может быть заключение мирового соглашения по изменению формулировки увольнения. Истец, я очень советую вам задуматься в данном случае. И суд, поскольку это моя обязанность, вот при разрешении трудовых споров, суд обязан предпринимать все усилия для заключения мирового соглашения. То есть в данном случае формулировка трудовой книжки у вас может быть изменена. Вы можете с ответчиком договориться о том, что будет запись трудовую книжку внесена по соглашению сторон. Ответчик, вы согласны на данное мировое соглашение? Ответчик? Да. Истец? Согласна, да. Вы согласны? Согласна. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Если этот банк не получит 947 тысяч рублей, он завтра разорится. Представляете, какая сумма неподъемная для банка. Ну, извините, ваше честь, если я... Нет, 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 ничего, ничего. После смерти матери кредиторы не оставляют в покое ее маленьких сыновей. Всему виной ипотечный кредит. Теперь под угрозой их единственное жилье. Ну, что надо было делать, чтобы они действительно с крыши, что ли, сбросились? Ведь они так и пишут же, что бросимся с крыши. Запретная страсть девушки-подростка привела в суд и ее попечителя, и ее родную тетю. Что скрывается за желанием девушки жить у чужого человека, предстоит разобраться суду. Суд оглашает определения, принятые по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА и ответчика, рассмотрев все представленные материалы и документы, в исполнении обязанности суда, предложив сторонам заключить мировое соглашение, заслушав соглашение ИСА и ответчика по заключению мирового соглашения, проверил данные мировое соглашение на соответствие требованиям законодательства, установил, что указанное мировое соглашение не нарушает чьих-либо прав и обязанностей, и в данном случае выносит определение об утверждении мирового соглашения, в котором устанавливается следующее. Суд выносит обязание в адрес ответчика, как работодателя, изменить приказ об увольнении и внести соответствующие изменения в виде записи в трудовую книжку о прекращении действий трудового договора контракта по соглашению сторон. В данном случае истец не возражала против данной формулировки, ответчик не возражает против данной формулировки, поэтому суд утверждает это определение, которое имеет обязательную силу решения суда. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Стороны подписали мировое соглашение. Все то, что со мной произошло, будет мне уроком в этой жизни, первым делом сейчас я буду налаживать отношения с моим сыном. Это для меня сейчас самое главное. Как директор школы я не могу позволить работать в своей школе преподавателям, имеющим серьезные проблемы с законом. Ваш ребенок за лето стал выше на голову. Выскочили откуда-то полицейские, начали требовать у нас документы. Не спешите считать его взрослым. Зачем тебе эта квартира? Ты скоро умрешь! А у меня ребенок я буду жить, даже не думай об этом! Не заставляйте детей решать взрослые проблемы. Я видел, как сын ответчика лапает девочку, а она сказала, что она проиграла себя в карте. Судья Елена Дмитриева знает, как защитить детей от беды. Я вас привлеку к уголовной ответственности за клетку. Непонятно? Понятно. Битва за будущее. Долгожданные премьеры. Я и вас подкуплю, не волнуйтесь. С понедельника по пятницу на нашем телеканале. Стоп. Точка. Истец требует взыскания задолженности по кредитному договору и обращения взыскания на заложенную квартиру. Ответчик уверен, что нельзя оставлять детей без жилья. Я представляю интересы нашего банка. В 2014 году Павла Елена Николаевна оформила ипотечный кредит в нашем банке на сумму 1 260 000 рублей. Сколько? 1 260 000 рублей на покупку однокомнатной квартиры. Первые два года она платила все вовремя, и у нас не возникало никаких проблем. Но спустя какое-то время платежи прекратились. Суть дела такова, что заемщик допустил просрочку 18 месяцев по оплате по кредитному договору, обеспеченному залогом приобретенного жилья. И банк обращается к уважаемому суду с иском о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 947 000 рублей и обращение взыскания на заложенное имущество, коим является однокомнатная квартира. То есть вы хотите и задолженность, и предмет залога? Да, потому что 18 месяцев не поступило ни одного платежа. А эти 947 000, это что штрафные санкции? Да, это только штрафные санкции. А я не поняла, думаю, что вы хотите и сумму кредита получить, и заложенное имущество. А как еще банк должен существовать? Прощать такие долги? Так ввиду чего все это прощает? Нет, ответить. Давайте с вами сделаем предположение. Если этот банк не получит 947 000 рублей, он завтра разорится. Представляете, какая сумма неподъемная для банка. Да, мы же только цифру получим. Ну, извините, Ваша честь. Нет, 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 ничего, ничего. Нет, нормально. Я действую все соответственно закону. Скажите, пожалуйста, истец, вы направляли ответчику письменные требования о возврате? Нет. То есть на протяжении 18 месяцев вы с требованиями к ответчику не обращались. Объясните мне причины, по которым на протяжении 18 месяцев вы с таким требованием по возврату ипотечного кредита не обращались? Во-первых, к нам поступила информация о том, что Павлова Елена Николаевна умерла. И мы посылали смс к наследникам, то есть на телефон. Так, истец, будьте добры, пожалуйста, не могли бы вы мне сослаться на норму закона, по которой уведомление по смс признается направлением в письменном виде требования о возврате кредита? Ну, Ваша честь, вы меня, не знаю, по-моему, специально заводите в какой-то тупик. Есть должники, которые не платят. Я в тупик, естественно, я еще раз, при чем тут тупик? Гражданский кодекс говорит, кредитор обязан направить письменные требования. Письменное смс равнозначно письменному требованию? Ну, если человек не отвечает на смс, и когда мы узнаем о том, что есть наследники, которые вступили в право наследства, тем более, что оказалось, что это несовершеннолетние деньги. Все, я поняла. Сумма кредита какая? Непогашенная. Какая сумма кредита? Общая сумма. Да не общая! Сколько осталось непогашенной? 745, ваша честь. 745 тысяч. Осталось непогашенной. Да, да. 745 тысяч стоит оценивать сейчас жилье. Еще раз! Вы не можете мне ответить на вопрос по сумме самого кредита без процентов и штрафных санкций. 745 тысяч я получила. Да, с учетом штрафных санкций. Пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь. Ну, тут такая ситуация, как бы я представляю интересы своих детей, троих здесь сегодня в суде. Соответственно, с иском я не согласен, естественно. Ну, естественно, вы не согласны. Да, потому что просто банально я даже не знал о том, что есть такой ипотечный договор. Вот. С супругой мы развелись в 2013 году. Простите, в данной ситуации она не обязана была вас информировать. Да, согласен Ваша честь. Если бы вы состояли в браке, тогда это существенное условие, а в данном случае не… Да. К сожалению, вот с супругой не общались мы с этого времени, и она против была того, чтобы я общался с детьми, как бы, да, препятствовал там всячески этому. Вот. Ну, а потом, сами понимаете, такое горе произошло, как бы никто этого не ожидал. И потом технические вопросы я решал в течение полугода, там, вступление детей в наследство, там, какие-то моменты, там, с устройством среднего сына в школу, потому что он в этом году в школу пошел. Ну, и потом, суть до дела, как бы месяца через два я добрался уже… Нет, это нормально совершенно. Эти полгода вообще банк не имеет права насчитывать никакие пени, штрафные санкции. Да, понимаю. Потому что у нас свидетельство о наследственном имуществе выдается нотариусам через полгода, естественно, если между наследниками нет иного соглашения. А здесь, поскольку несовершеннолетние дети, даже речи быть не можно о каком соглашении… В течение года не поступило ни одного платежа, после того, как наследники вступили в наследство. И здесь он прикидывается совсем таким белым и пушистым. Истец, 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 если вы пытаетесь со мной разговаривать вот на этом уровне, то, понимаете, вы у меня поддержки не найдете никак. Вот никак. Простите, Ваша честь. Понимаете, вот это настолько несопоставимо, когда остается трое несовершеннолетних детей, речь идет об однокомнатной квартире, осталось долго 745 тысяч. И для банка 745 тысяч, вы мне хотите сказать, что у вас нет безнадежных задолженностей, которые вы списываете налево и направо? Нет? Ваша честь, а если мы будем прощать все долги… Я хочу послушать ответчик. Я вас поняла. Вопрос у меня к вам. Вы на адрес квартиры заложенной, на ваш домашний адрес нотариусу получали какие-нибудь требования о возврате кредита? Нет, Ваша честь, не было ничего. Скажите, пожалуйста, вы способны погасить указанный долг? Ваша честь, в данный момент моя зарплата составляет 15 тысяч рублей. Я сейчас в данный момент не работаю по своей профессии, и я системный администратор. Посмотрите, это здоровый, красивый мужчина, и он прикидывается, что он получает всего 15 тысяч рублей. Это же смешно. Такая ситуация, Ваша честь. В стране сейчас очень тяжело найти нормальную работу, но я делаю шаги в сторону поиска этой работы. Скажите, а детям пенсия по случаю потери кормильца назначена, да? Назначена, да, они должны были. И банк до нее, слава богу, добраться не может. Ну, я думаю, что, к сожалению, да. Нет, не к сожалению, не может. У нас такой вид пенсии по случаю потери кормильца, на который взыскание не обращается. Ну, это очень хорошо, что так, на самом деле, по закону. Ну, тоже хорошо, 15 тысяч рублей банк будет постепенно получать из 15 тысяч, а почему нет? Ваша честь, я считаю, что это обычный мошенник, который когда-то бросил своих детей, и даже не поинтересовался, где они живут. Ну, как он говорит, я ничего не знал, ничего не видел, не слышал. Нет, не так, не надо, пожалуйста, перевирать то, простите за выражение, не надо переначивать то, что говорит ответчик. Ответчик состоял с вашим должником в официальном разводе. У него брак был расторгнут. Данная ситуация, расторгнут брак. И что, он не знал, как живут его дети, где они живут? Супруга просто препятствовала тому, что мы общались. Получается, какой-то прям телёныщик, он ничего не знал. И его новый молодой человек, наверное, в тот момент, который был, он категорически против. И вам было неинтересно, как живут ваши дети? Мне было, безусловно, интересно, просто я не хотел настаивать. Итак, ответчик мне все свидетельства на квартиру. Просто, получается, если наш банк будет прощать вот таким должникам, мы сами пойдём, разоримся. Наш банк просто разорится. Кто? Все приходят и все жалуются, мы не можем, не можем. Банк разорится из-за 745. Что же за банк у вас такой? А если 10 таких человек? Ну, так подходите к каждому клиенту индивидуально. Суд удаляет свои принятия решений. Далее в программе. Ну, что надо было сделать, чтобы они действительно с крыши, что ли, сбросились? Ведь они так и пишут же, что бросимся с крыши. Девушка-подросток заявляет, что покончит с собой, если ей не разрешат жить в семье её подруги. Какую тайну скрывает девушка, узнаем в суде. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования и самозражения ответчика под заявленным исковым требованием, рассмотрев представленные документы и доказательства заявленные исковые требования, удовлетворяет частично и взыскивает законного представителя несовершеннолетних ответчиков, пользуясь за должность по договору ипотечного кредитования в размере 745 тысяч рублей. В требовании об обращении взысканий на заложенное имущество, то есть квартиру, суд считает необходимым отказать. Суд также отказывает удовлетворение взыскания штрафных санкций по просроченному кредиту. Суд частично удовлетворяет исковые требования по следующим основаниям. В данном случае к несовершеннолетним ответчикам в порядке наследования по закону перешло не только имущество, которое принадлежало их матери, квартира, обремененная залогом, но и обязательства матери по договору ипотечного кредитования. В настоящее время у несовершеннолетних собственников квартире в связи со смертью матери имеется задолженность за просрочку погашения по кредитным обязательствам. Это подтверждается кредитным договором и данными о непоступлении платежей по кредитному договору. Имущественная ответственность за малолетних детей в возрасте до 14 лет несут их родители, как законные представители. Поэтому требования о взыскании задолженности суд удовлетворяет и взыскивает законного представителя несовершеннолетних собственников, пользуясь сумму задолженности в размере 745 тысяч рублей. С учетом исключительных обстоятельств, когда трое малолетних детей остались без матери и готовности законного представителя в дальнейшем своевременно вносить необходимые платежи, суд отказывает в требовании об обращении взыскания на квартиру, которая является предметом залога по договору ипотечного кредитования. При разрешении данного спора суд учел, что у отца детей нет жилой площади, простите, на праве собственности, и в данном случае у вас нет иного права пользования, поскольку обратного ИСУМ не доказано. То есть в данном случае, естественно, не доказал, что у ответчика есть жилье в собственности, где могут проживать его дети, либо он имеет право пользования жилой площадью там, где он проживает, поскольку вами таких доказательств не предоставлено. Поэтому суд, исходя из интересов исключительно несовершеннолетних детей, удовлетворяет заявленные вами исковые требования о возврате суммы задолженности по кредиту, и в остальной части иска суд отказывает. Естественно, ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Извините, у нас не благотворительная организация. Почему банк должен прощать такие долги? Если каждый будет брать деньги, а потом приходить лить крокодиловые слезы, то тогда банк просто разорится. Я очень рад, что мои дети не остались без жилья. Это для меня самое главное. Ну, а в свою очередь, хочу сказать, что я найду высокооплачиваемую работу и решу все вопросы с этим автоматичным приемом. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Скажите, это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Ежедневно по будням на нашем телеканале. Истец требует отменить решение органов опеки, по которому попечительство над ее племянницей было передано постороннему человеку. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, с иском не согласен. Ваша честь, я прошу удовлетворить мой иск об отмене решения органов опеки и попечительства, по которому попечительство над моей племянницей Татьяной передано некой Данилюк Ларисе Евгеньевне. Дело в том, что я являюсь ее тетей. Но я не могла ранее быть опекуном моей племянницы, потому что недавно переехала из Белоруссии со своим мужем. Племянница жила у приемных родителей. Но, тем не менее, мы с мужем постоянно племянницу встречали у нас в гостях, баловали подарками, по мере сил, по мере возможностей, как родного человека всегда. Но месяц назад произошла ситуация. Племянница сбежала от своих приемных родителей, пришла к нам с мужем, сказала, что ей там плохо, жить она у них не хочет. А у нас уже появилась, наконец, возможность. Мы получили гражданство. И мы с мужем начали собирать документы на попечительство над моей племянницей. И вот тут происходит ситуация, что племянница сбегает и от нас. И в этот же день я получаю звонок от органов опеки, что мне отказано. А попечителем становится какая-то Данилюк Лариса Евгеньевна. Совершенно посторонний человек. Попросите органы опеки. Вы сказали, что ребенок был в приемной семье. В приемной семье, да. А что договор с приемной семьей расторгнут? Да, Ваша честь. Договор с предыдущей приемной семьей расторгнут. По желанию, девочки. Дело в том, что начиная с 15 лет, мы должны учитывать не только мнение попечителей, но и мнение детей. А здесь уже совсем не подросток. И она бы сказала желание жить в семье Данилюк Ларисы Евгеньевны. Вот ее личное заявление. Подождите. А вы кем приходитесь? Здравствуйте. Я школьный психолог. И Таня, она близкая подруга моей дочки. Дочка моя старшая на 2 года. И Таню я знаю очень давно, много лет. Она учится в той же школе. Каждый год, каждый день она у меня в семье бывает. И вместе на секцию ходит спортивную. Понимаете, Ваша племянница не высказала желание жить вместе с Вами. Да, Вы родственники. Да, она Вас уважает. Но у Вас в семье маленький ребенок. Трех лет он постоянно плачет. И поэтому он мешает выспаться Татьяне. И она просила нас отдать попечительство. Ларисе Евгеньевне. Потому что Вы ее знаете, а нашу семью не до конца изучили. Да, мы ее знаем, да. Мы давно ее знаем. Мы собираем документы. Она хороший специалист. Вот у меня. Она соответствует всем требованиям, предъявляемым к опекунам. У нее хорошая зарплата. У нее большая квартира. Хорошо, простите. У нас как бы все исключительно только от того, что сама девочка захотела, не захотела. Да. Ну какие-то объективные обстоятельства были к расторжению договора с приемной семьей? Было желание ребенка. Это ее жизнь ей виднее. Она мотивировала тем, что не может она психологически жить в той семье. Да я знаю на самом деле, какие причины реальные у этого психолога. Какие? Мы с мужем случайно выяснили информацию. Можно мы выслушаем моего мужа? Он компьютерный специалист. Он лучше расскажет. Так, хорошо. У меня все документы, которые вы собирали на попечительство. С вас все документы, заключение, договор ранее действующий о приемной семье и решение о попечительстве. И в зал, пожалуйста, свидетели истца. Свидетели истца, войдите. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Руссов Анатолий Константинович, муж Анны. Я являюсь специалистом-этишником по работе. Мой компьютер постоянно перезагружает систему каждые 30 минут. Татьяна об этом не знала. Простите, кто не знала? Племянница наша. Племянница наша, да. Вот. Дело в том, что это не просто, потому что мы плохие или ребенок наш помешал. Это тщательно спланированный план именно нашей племянницы. Что значит план? Подождите, я отвечу. Так вот. Ко мне в руки попала переписка нашей племянницы Танюши и дочери этой женщины Екатерины. где черным по белому написано, что у девушек интимная связь, извините. Да вы что, свидетельцы? Это совершенно верно. А вы можете это доказать? Конечно, пожалуйста. Я не могу доставить суду данную переписку. Были еще фотографии, но я их удалил. Не дай бог еще там в мою сторону кто-то что-то подумает об этом. Вот. Мы нормальная семья. Вот. И, естественно, категорически против, чтобы эта женщина, которой самой нужен психолог. Так. Уважаемая судья, написано все черным по белому. Давай, мы сейчас твою маму прижмем, чтобы можно было жить у тебя официально. Вот же, девчонки. Написали это. Ну что надо было делать, чтобы они действительно с крыши, что ли, сбросились? Хотели. Ведь они так и пишут же, что бросимся с крыши. Неужели мы двоих девочек потеряем? Ваша честь. Вот ее. Подождите, а вы откуда знаете эту переписку? Дочка показала. Потому что они же считают, что переписка ничего не значит. Ребенок должен жить нормальной. Нормальной семье. Традиционной. Ну то есть у нас что? Получается, что ваши племянницы, ваша дочь, они просто вас шантажируют, что ли? Конечно. Конечно шантажируют. Истец. А? Потому что уже девочка Таня не может пережить потерю родителей уже сколько времени. И она пытается найти место, где ей в семье было бы хорошо. И уже она не знает, какие... В нашей семье ей прекрасно. Принять место. А вы занимаетесь растлением малолетних. Вы не могли ее взять к себе. Нет. Это вопрос вообще в копейке. Как они принимают решения? Я не могу понять. Если вы психолог по профессии, по образованию, вы что, не знаете, как справляться с методами детского шантажа, что ли? Знаю, конечно. Повелась. Истец. Я не могу работать с этой девочкой. Потому что здесь затронута мое личное. Я к этой девочке тоже привязалась за эти годы. Ну хорошо, передайте. А вы другими людьми работаете. Так, свидетель, я вас удалю. Передайте другому специалисту. Я прошу вас дать возможность девочке успокоиться и понять себя. Может быть, через какое-то время она действительно к тете вернется. Жека тебе нормального надо, чтоб дурь из башки твоей выбил. Так, подождите, свидетель. Психолог. Так, ну вы понимаете? Нормально это вообще? Так, органы опеки. Я в шоке, ваша честь. Я сколько лет работаю в опеке, но такой случай первый раз. Ну, если это действительно правда, вот, если это действительно между девочками там какие-то связи, контакты, ну естественно мы будем разбираться. Это будет просто поводом для дальнейшего разбирательства. Ну это не серьезно, это вообще, это ужасно. Это ужасный поступок. Подождите, подождите, да нет ничего, ну хорошо. Ну, будем считать, что это может быть там первым сексуальным опытом. Ну что вы так все это ужас какой-то видите? Я не могу сказать, что я к этому спокойно отношусь, но по крайней мере, знаете, как вразумительно отношусь. Я тоже неспокойно отношусь к всей этой ситуации. Вы как сами считаете, что есть между девочками какие-то сексуальные отношения? Нет у них ничего. Глупость это детская и подростковая. С ними должен работать специалист. Не я должна с ними работать, специалист. Как мама, я за них обеих переживаю. А вот теперь вот смотрите, да, с точки зрения государства, когда родной ребенок и ребенок, который находится под попечительством, можно подозревать между ними интимные отношения. Это тогда исключает попечительство как таковое. Ну что же нам теперь ждать, что они действительно с собой покончат? Да никто никуда не покончит никого. Да подождите, ну свидетель, ну что же это такое, а? Ой, ой. Я боюсь за девочек. А это нет, нет, нет. А вы-то почему молчали? Так, суд удаляется для принятия решения. Ваш ребенок за лето стал выше на голову. Выскочили откуда-то полицейские, начали требовать у нас документы. Не спешите считать его взрослым. Зачем тебе эта квартира? Ты скоро умрешь. А у меня ребенок! Я буду жить, даже не думай об этом. Не заставляйте детей решать взрослые проблемы. Я видел, как сын ответчика лапает девочку. А она сказала, что она проиграла себя в карте. Судья Елена Дмитриева знает, как защитить детей от беды. Я вас привлеку к уголовной ответственности за клетку. Непонятно? Понятно. Битва за будущее. Долгожданные премьеры. Я и вас подкуплю, не волнуйтесь. С понедельника по пятницу на нашем телеканале. Стоп. Точка. Суд оглашает решение, принятое по делу. Рассмотрев представленные доказательства и материалы по делу, заслушав исковые требования и возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив третье лицо, без самостоятельных исковых требований допросив свидетелей. В данном судебном заседании суд считает необходимым удовлетворить заявленные исковые требования частично. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования в полном объеме об отмене решения органов опеки и попечительства в назначении и с попечителем в отношении несовершеннолетней племянницы, поскольку в данном судебном заседании установлено, что направление ребенка под попечительство либо третьих лиц, либо ближайших родственников в соответствии с правилами статьи 145 Семейного кодекса Российской Федерации производится обязательно с учетом мнения самого ребенка, это правило распространяется на детей, которые достигли возраста 10 лет. То есть все, что у нас происходит с детьми после 10 лет, это касается опеки и попечительства, все это происходит с учетом мнения самих детей. В данном случае ваша племянница высказала категорическое нежелание проживать совместно у вас, находясь под вашим попечительством. В этой части суд считает, что отказ органов опеки в назначении вас попечителем был обоснован. При этом суд выносит решение об обязании органа опеки и попечительства освободить третье лицо от исполнения обязанности попечителя. В данном случае суд считает, что органам опеки и попечительства необходимо провести соответствующую экспертизу с привлечением узких специалистов для выяснения вопроса о возможности в дальнейшем нахождения несовершеннолетней на вашем попечительстве с выяснением всех обстоятельств сложившейся ситуации. Поэтому суд считает, что необходимо в данном случае направить ребенка пока временно на попечение органов опеки и попечительства до принятия соответствующего решения. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Мы будем обращаться повторно в органы опеки и добьемся того, что наша племянница должна жить в нашей семье. В нормальной, традиционной, хорошей семье. Да, случай здесь неординарный. И мы, как органы опеки, проведем обследование психологическое и детей, и одной девушки, и другой родителей. И мы будем разбираться, а где же теперь жить этому ребенку? Какой прием на семье? Суррогатные матери не отдают младенцев. Моя яйцеклетка и сперматозоид моего супруга. Чей получается ребенок? Из детс. Детей покупают и продают. Почему они опять должны быть на моей шее? Как защитить детей от безумия мира? И для себя я никогда ничего просить не буду. Но для детей я глотка порву. Елена Дмитриева знает как. Встать нормально, нормально встать. Руки вынуть из кармана. Вот так, пожалуйста. Битва за будущее. Долгожданные премьеры. Давайте я по порядку вам расскажу. Нет, тут порядок я устанавливаю. Хорошо. С понедельника по пятницу на нашем телеканале. С тобой дома поговорим. Павлик Морозов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok